Давайте вместе посмотрим. Вот из жизни. Ребята, вот тормозной диск, невентилируемый, задник, к примеру. Вот смотрите, до какого состояния человек доездил. Максимальный износ, так как дает производитель, это по миллиметру с каждой стороны, то есть 2 миллиметра. Давайте посмотрим. Вот диск даже меньшего диаметра, здесь 10 миллиметров. Минимальный, это как пишет производитель, минимальный износ должно быть 8 миллиметров. Я понимаю, что многие скажут, что можно ездить. Да, ребята, можно ездить и больше, наверное. Но не до такого же состояния. Посмотрите, в 2 раза. Хотя этот диск, этот идет 10 миллиметров, этот идет изначально 12. Теперь давайте посмотрим. 6 миллиметров. То есть 2 раза. Это 6 миллиметров по 3 миллиметра на каждой стороне. Нельзя такое делать. Это небезопасно. Вот второй вариант вентилируемого диска. Посмотрите. Максимум изношено все, что только можно. Это ни в коем случае нельзя такое делать. Это максимум выходит поршень. Если еще и на этом диске вот такого плана колодки стояли. Чем больше он выходит, тем больше он подвержен коррозии. Тем более, если при каждой замене нормально это не обслуживалось, не смазывалось, не разрабатывалось. Все заклинившее. Все потом начинает пищать. Диск синеет, лопается. И у вас жалобы. Купили вы, к примеру, там супер колодки и супер диски. У вас все шумит. Сказали мастера, что это такие колодки, это такие диски. И поэтому есть жалобы. Потому что вот такая вот эксплуатация. Ну и вот такая вот установка. Те, кто меняет, на это вот не смотрят. И поэтому есть люди, которые будут довольны. А те, кто делают и покупают неподделку, делают все профессионально и правильно. Они будут писать, что мы довольны этим брендом. Вот то, что касается еще вентилированного диска. Не раз даже видел. Изношено полностью. Уже колодка тормозила металлом. А вот эти вот остались только вот эти вот. Видите? Перепонки. Вот они уже тормозило. Вот этим уже диска одной стороны нет. То есть это вообще там множество. Рядом с вами на соседней полосе ездят машины. Вот на таких вот дисках. А еще и хуже даже. Мы просто наблюдаем под каждым нашим роликом. Есть комментарии. На любой бренд. Не важно. Мы не говорим о каком-то конкретном. HiQ, TRV, Feriduo. Ну, куча брендов. Как будут положительные отзывы. Довольные люди. Также есть очень много отзывов, которые ни в коем случае нельзя ставить. Если это подделка, то понятно. Это мы выпускаем. Подделок масса. Просто масса. Ну, вот пример вот такой вот. Ну, это же не мы сделали. Это же мы не взяли новый диск. Сейчас его обточили и показываем. Вот это вот то, что поменяли заменщики. Мы их попросили, они нам принесли. Ну, это просто. Вот как можно о чем-то говорить. Вы поставите сюда на вот такой вот диск. Либо вот на вот такой. Очень часто заменщики говорят. Мы говорим, там диски надо было выкинуть еще 100 тысяч назад. Не, ничего. Я еще поезжу. Поставьте пока колодки мне. Как? Так что, ребята, самое главное. Остерегайтесь подделок. Устанавливайте профессионально. В прямом понимании профессионально. В этом заложена целая философия. Если понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь обязательно на канал. Мы занимаемся широким спектром автозапчастей. Hyundai, Kia, Devo, Chevrolet. Широкий ряд японских автомобилей. Пишите в комментариях. Звоните. Всегда рады вас слышать. Всем здоровья. Удачи. Пока.